Всем привет дорогие друзья! Вы на канале IT-Doktor. Несмотря на то, что мы только что подошли к тегу A, то есть тег ссылка, вы уже очень прекрасно с ним знакомы. Я думаю, потому что мы использовали его практически во всех наших видео по языку HTML ранее. А сейчас я хочу рассказать вам уже о нем официально, так сказать, и рассказать еще об одной очень полезной фишке, которую не все знают, но она действительно очень нужная в некоторых ситуациях. Как вы уже знаете, ранее мы создавали меню с помощью тегов A, создавали ссылки и так далее. Тег A он очень прост, пишется тег A и атрибут href это ссылка. Давайте здесь укажем, например, it-doktor.xyz, это сайт it-doktor и здесь укажем сайт, это текст сайт it-doktor. Сайт it-doktor. В принципе, все, ссылка создана. Вот вы видите, она у нас появилась, обычная синяя, с синей линией снизу. Давайте нажмем, посмотрим, что произойдет. Произошла ошибка. И, конечно же, это логично, потому что мы здесь не указали хотя бы www. Давайте напишем здесь http.s.2slash.it-doktor.xyz. Обновим, перейдем. Вы видите, мы перешли на сайт it-doktor. Все, конечно же, очень хорошо и нас радует, но тем не менее, наш сайт исчез. Нам это не всегда удобно, не всегда полезно. Нам не всегда нужно, чтобы наша страница закрывалась при переходе на ссылку. И, конечно же, пользователь в такой ситуации может перейти на другую страницу. И та страница у нас исчезает. И чтобы нам предотвратить такую ситуацию, мы можем написать очень полезный атрибут target. Редактор Brackets очень умный, поэтому подсказывает нам 4 варианта его использования. Но я расскажу вам про 2, потому что 2 других они уже не используются в наше время и не нужны. Первый, это такое нижнее подчеркивание бланк. Это для того, чтобы открыть страницу в новом окне. А self открыть в этом окне. Конечно же, нам нужно указать такой вот вариант, так как мы хотим открывать его в новом окне. И в принципе, это все. Нажимаем сохранить, переходим. Вы видите, у нас открывается сайт IT-доктор. Мы его можем просматривать, все у нас хорошо, все радужно. А наша страница, вот она, осталась здесь. И никуда не делась. Мы просто открыли в новом окне ту ссылку, которую указали. В принципе, это вот такая вот фишечка, очень интересная, очень полезная. Теперь вы знаете про нее и будете ее использовать, если вам необходимо. Тег A, он очень простой. Он уже для нас родной. В принципе, у него нет никаких особых атрибутов, которые нам нужны. Нам нужен лишь атрибут href для того, чтобы указывать ссылку. А внутри тега мы пишем текст. Это все. Чтобы оформить эту ссылку, мы уже делали это ранее. Вы видите, вот в этом меню мы делали другой цвет, подчеркивание, убирали подчеркивание и так далее. Все эти манипуляции мы можем проводить и с обычными ссылками, с помощью CSS. Сейчас на этом не останавливаемся. А в следующих видеокурсах по языку CSS мы будем это очень подробно рассматривать. Ну а на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями. И до новых встреч в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok